Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Рошхо де Штолф. Сегодня у нас новый месяц. Месяц называется Ияр. Это второй месяц года. В этом месяце у нас будет еще один Песох. Называется Песох Шени. Второй Песох. Это для тех людей, которые не успели в первый Песох прибыть в Иерусалим на празднование по каким-то причинам уважительным. Вот они имеют право провести Песох Шени. Это будет 14-го Ияра. Потому что первый Песох 14-го Ниссана это 14-го Ияра. Вот. Теперь дальше. Теперь у нас глава Мецара. На этой неделе вторая глава называется Мецара. Глава продолжает говорить о разных видах проказа. И теперь проказа на доме. Поражен дом. Что делать с этим? Если дом поражен проказой, дом покрывается пятнами, красными или зелеными. Нужно нам его проверить. Действительно это проказа или нет? Значит, в случае, если человек поражен проказой, то он посылает кого-то, чтобы Коэн пришел к нему. А в данном случае человек идет сам за Коэном. Он сам приходит за Коэном. И Коэн должен идти и смотреть дом. Но Коэн перед тем, как прийти и посмотреть дом, он говорит, что полностью очистить дом. Все, что находится в доме, надо вынести наружу. Потому что, в противном случае, если Коэн признает, что пятна, которые на доме, являются подозрением на проказу, то тогда вещи, которые в нем будут, будут нечисты. А многие вещи уже не очистят. Продукты придется уничтожить. Что касается глиняной посуды, ее все придется разбить, уничтожить. Что касается посуды деревянную или посуды медную, металлическую, ее можно кашировать. Но это тоже работа целое дело. Поэтому буквально все должно быть вынесено из дома. Коэн приходит и он смотрит. Пятна красные или красно-зеленые или зеленые. Он предполагает, что это царат. Он говорит, что давайте закроем дом на 7 дней. И проверим. Докрывает дом на 7 дней. Пришли. И вот стало такое, что эти пятна стали уже более светлые. То есть, как бы проходит это все. Вот Коэн эти пятна соскребает со стены все. И проверяет чуть ли 7 дней. Ушла эта проказа. Все. Дом чистил. Но, если пришел и пятна не распространились, не изменили вида. Он говорит, что нужно соскоблить обмазку всю. И нужно выломать камни, на которых это проказа. Поставить новые камни. Поставить новую замазку. То есть, буквально все в этом месте все новое. И после этого опять проверяют, если после этого дом справился. То есть, ничего больше нет. Тогда он будет чистый. Но, интересно, что наши мудрецы говорят, что дом должен быть четырехугольным. Он не может быть другой формы. И он должен стоять из камней, из глины, из дерева. Если одного хотя бы компонента в этом нет, то это не тот дом, который может поразить проказа. Какой-то удивительный комментарий к этому. Ну, так наши мудрецы пишут. Если этот дом находится за пределами страны Израиля, то его признать нечистым нельзя. Вот так. То есть, только в стране Израиля. Эти законы действуют только в стране Израиля. Что касается других странах, это нельзя назвать Саратом. Вот так вот. То есть, не все однозначно в этом. Что касается комментариев Раши. Раши говорит, в последней памяти, он говорит, что когда мы придем в страну, Всевышний пишет, что я веду Сарат на дома Кнаанеев. В общем, и что из этого следует? Из этого следует, что когда мы приходим в страну Израиля, и смотрим, что на домах вылись пятна, это места надо разрушить, или камни вынуть, в общем. И находились сыны Израиля там сокровища, которые Кнаанеи прятали. Вот так. Тайники находили там. То есть, нам это было во благо, что Всевышний навел на эти дома. Это Царат. Но интересно, что во времена Талмуда тоже написано, что всего за всю историю Израиля был всего один дом, который был поражен пятнами Царат. Больше не было. Вот такое вот удивительное. То есть, Всевышний не хочет, чтобы мы разрушали дома, и поэтому это очень редчайший случай. Вот так вот. Потому что, действительно, для человека потерять дом, это очень большая потеря. Может, не вышли, она жалеет, а не знаю ответ на этот вопрос. То есть, человек, не дай бог, что-то не то делал, или он был жадный, не помогал людям, если его просили, что-то отложить не давал, то тогда его вещи все выносили. Допустим, человека попросили дать пшеницы, он говорит, пшеницы нет, ну да, ячмень, ячменя у меня нет. Все время говорит, нет, ничего нет. Вы бросите, потом, хотя бы финики, и фиников нет, ничего нет. А когда выносили, все видели, он будет опозорен, потому что он не помогал своим ближним. Вот поэтому его постигла его дом, пятна царат, вот так написано. Вот. То есть, заразные грехи, это все случается. Всевышний себя поражает одежду, человек должен раскаяться, перестать грешить, за словем, или другими вещами, или гордыней. Неважно, любое нарушение, которое ведет за собой царат, человек должен прекратить. Если человек прекратил, то на этом и закончено. Одежду сделали чистой или уничтожили, в зависимости от ситуации, мы это читали с вами в главе, то зря. И если не помогает эта одежда, что человек продолжает решить, тогда поражается дом, стены дома. И человек все-таки понимает, насколько большая потеря дома, и перестает грешить. Тогда Всевышний не дает его дом разрушить. Если человек, конечно, продолжает делать это, как и дальше, как поступал неправильно, то потом разрушается дом. Если человек и этого не понял, тогда проказа поражает самого человека, поражается тело. Это очень непростая болезнь, это тяжелая болезнь, и она может быть на всю жизнь оставшуюся. Если человек как надо, не раскается. То есть здесь не все просто. После того, как дом очистили, его нужно будет еще очистить духовно. То есть духовно, это значит, взять надо принести птиц в жертву и зарезать одну над живой водой, а потом окнуть в живую птицу с кедровым поленом, с эссопом. Эссоп, какая травка, соответствует скромности. А кедровая полена, кедр, как могучее дерево, как гордыня соответствует. И вот мы знаем, что причины вот этого всего, гордыня, у нас и живую птицу окунают с этим кедровым поленом, и с эссопом в эту воду с кровью первой птицы, и отпускают птицу в поле, она уносит на себе эти грехи, в общем, и опрыскивается этой водой с кровью, это дом человека, семь раз. В общем, эти законы, если есть желание, откройте их главу Медсара, прочтите, там, это все у нас расписано. Вот так. Ну, надеюсь, что мы понимаем, что надо меньше совершать грехов, Всевышний говорит, старайтесь соблюдать мои заповеди, он не пишет нам, не соблюдая шубью, он так не пишет, он говорит, старайтесь, мы должны стараться. Если эти заповеди повелительные, то Всевышний прощает мгновенно, как только мы раскаялись, прийти жертвы, нам прощается. Если это заповеди запреты, то тогда Всевышний откладывает наказание до Йом-Кипура, а после Йом-Кипура он нас прощает. Главное перестать делать так, как мы поступали. Вот это самое главное раскаяние. Это не просто молиться и просить, и читать, ничего не делать для того, чтобы грех искупить. В общем, надо просто перестать творить плохие дела. И Всевышний говорит, делайте добрые дела, выберите жизнь. Выберите жизнь. Жизнь – добро или смерть и зло, и Всевышний просит выбрать жизнь. Так что выбираем жизнь. Урок на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Батесраэль, памяти Павел бен Ефим, Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Давид бен Стелла, Светлана Батклара, Шолан Йона бен Сара, Шимон бен Эсхах, Инна Батмира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна Батривка, Рахель Батлилия, Полина Перба, Соня Сура, Лена Батклара, Стелла Баттейла, Женя Бат-Ида, Инна Бат-Дора, Анна Бат-Илена, Эфим Бен Эстер, Двой Робот Миря, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Берт, Евгений Бат-Ита, Фера Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Инесса Бат-Илена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Сара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Дантьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Дан Архель, Шимон Дан Мира, Фейка Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Денина, Ира Бат-Вера, Леон Берклара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепура Бат-Сара, Ида Вильхая Агива, Эфим Бен Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга, Клара Бат-Броня, Гая Бат-Сари, Маза Борсава Забула, Ирина Бат-Ри, Орона Рей Бен Гури, За хороший дух, Орона Рей Бен Двой, Родни Шдеракум, Абигаль Бат-Сара, Ханна Бат-Абрагам, Рафаэль Рей Лей Белнариса, Галя Бат-Гиддания, Параса Эбрюк, Ларина Бен Рая, Анна Бат-Александра, Марина Бат-Рая, Борис Бен Марина, Рефей Бен Наталья, Всего хорошего, Регу Марченко. Всем браха, Параса, Каванам Мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, учили. Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть скоро закончится страшная война. И до следующих встреч. Рошхо-де-штоу, Шаббат-Шаллон.